Всем привет! С вами адвокат Бехметьев, я не блогер, я юрист. И сегодня, я тот, что принял экзамен в Академии, я еще преподаю. И сегодня я бы хотел рассказать очень важную вещь про уголовные дела. На примере блогера, наверное, на примере Блиновской. Смотрите, какая ситуация произошла у нее. Например, ей была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, запретом пользоваться интернетом. Да, ну, это понятно. Не было никакого запрета насчет того, что к ней кто-то может приходить в гости. Однако, к ней пришла в гости подруга перед Новым годом. Ну, там какая-то была вечеринка. Ну, вы просто на своем примере представьте. Ну, не дай бог, не дай бог, да? Ну, просто представьте на секунду, домашний арест, запрет пользоваться интернетом. Нет запрета на то, чтобы к вам кто-то приходил в гости. И приходят в гости, друг ваш, вы с ним выпиваете, разговариваете. И потом вдруг через, там, три недели вас вызывают в суд. Причем в тот же день выясняется, да, что вас вызывают в суд. С утра появляется это дело в суде об изменении меры пресечения. И вы приходите в суд, а вам говорят, а вы знаете, что ваш друг проходит свидетелем по вашему уголовному делу? А вы, естественно, не знаете. И поскольку вам запрещено встречаться свидетелем, а они говорят, а вот же показания друга о том, что он приходил к вам на вечеринку, значит, вот статус в уголовном деле, что он проходит свидетелем по уголовному делу. И вы, как бы, немножко так в потерянном находитесь, в смысле, вам об этом не сказал ни друг, вам об этом не сказал ни следователь. Если бы друг, ну вот, участвовал в следственном действии, у него был статус свидетеля, он бы вам, может, сказал, там, я свидетель, узнай у адвоката, можно ли нам видеться, потому что я прохожу по твоему уголовному делу. А как было, ну, я не буду говорить, кто додумает, тот додумает. Да, но вот в нашей гипотетической ситуации про вот этого нашего человека, которому пришел друг домой перед Новым годом, да, он просто, возможно, там с ним была такая ситуация, что ему сказали, что ты вот на вечеринку сходи и организуй ее, кстати, этот друг и организовывал эту вечеринку, да, и организуй ее, но ты не говори, что ты в статусе свидетеля. И вот этот друг организует вечеринку, приходит, всех приглашает, потом дает показания про эту вечеринку, что мы там тусовались, отдыхали, и потом вдруг откуда ни возьмись появляется вот этот суд по изменению меры пресечения. И этого человека создают в СИЗО за то, что он грубо нарушил свою меру пресечения в связи с тем, что он общался вот с этим другом, который был в статусе свидетеля. И то, что он не знал об этом, то, что это все никого не волнует. То есть этот друг, ради того, чтобы, ну, с ним просто нормально поговорили, видимо, оказался душевный человек и решил таким образом, что, а, баба, чего бы нет, да, чего бы мне не сказать вот моему другу, чего бы мне не сказать, то есть не сказать моему другу, что я прохожу свидетелем у него по уголовному делу. И таким образом этот человек, который был под домашним арестом, он переезжает в СИЗО, а друг остается в статусе свидетеля. Я не конкретно про личность, да, и про другие, но там мошенничества нет. У Шабудинова Аяза ему предъявили мошенничество хотя бы, там более-менее понятно, хотя тоже это экономическое преступление. Ну, а тут, если уж по налогам, то по налогам. А вот такая целая, можно сказать, операция проведена по поводу того, чтобы изменить меры впечатления человека. И почему я про это решил высказаться? Потому что в СМИ выставляют все, ну, не рассказывают деталей. То, что, да, действительно, меры впечатления изменены, в связи с тем, что она общалась с подругой, но не рассказывают подробности, как это произошло, вот, которые я вам только что рассказал, на примере, гипотетическом примере другого человека, возможно, вашего какого-то друга, вот, который к вам пришел домой, организовал эту встречу, не говоря при этом, что он проходит свидетелем по вашему делу. Имейте это в виду. Это плохой прецедент, к сожалению. Я даже не думал, что это может быть настолько. А вот может быть настолько.